Владимир Высоцкий был и остается кумиром миллионов. На днях в районе Толнах в культурно-досуговом центре имени легендарного Барда провели фестиваль-конкурс «Молодежь поет Высоцкого» и открыли бюст Владимира Семеновича. Участникам и гостям этих событий выпала редкая возможность пообщаться с сыном легенды, сценаристом, режиссером и актером Никитой Высоцким. Он провел творческую встречу и даже пролил свет на бытующую в Норильске легенду о том, что Владимир Высоцкий приезжал в Норильск. Открытие бюста Высоцкого – часть всероссийского патриотического проекта «Аллея российской славы» по инициативе советника руководителя администрации губернатора Красноярского края Дениса Побелата. Это инициатива «Аллея российской славы», они делают бюсты граждан пославящихся наше Отечество. И вот непосредственно Михаил Ильич Сердюков, автор этого проекта, предложил дать в дар нашему городу такой бюст с постаментом. И я его предложение услышал, мы проработали механику доставки этого бюста, его изготовили конкретно по заказу. И вот это все случилось. Глава города Дмитрий Карасев отметил, что творчество Высоцкого – это важная часть нашего культурного кода. Этот мемориал с его изображением – это не просто знак уважения. На самом деле это огромная дань его творчеству, огромному просто культурному наследию нашей страны, которую она ставила после себя последующим поколениям. Его творчество – это настоящая жизнь и душа, на котором выросли многие поколения. Но главный гость – Никита Высоцкий. Кинорежиссер, сценарист, актер театра и кино и сын своего отца. Он много лет руководит Государственным культурным центром-музеем «Дом Высоцкого» на Таганке. Никита Владимирович отметил масштаб работы, которую проводят норильчане. В вашем городе вообще память о моем отце живет. Я знал, но я никогда раньше здесь не был. Вот сегодня увидел, сегодня увидел воочию. Я рад, что это сделано по любви, по желанию. Значит, это будет иметь добрые последствия, это будет иметь долгую историю. На площадке фестиваля творчество Высоцкого, переосмысленное молодыми исполнителями, проект объединил как начинающих исполнителей авторской песни, чтецов и поэтов, так и профессиональных музыкантов и актеров. Здесь во мне ровно, здесь климат иной, идут лавины от назад. И здесь за камни падом, ревет камни пад. И может свернуть, обрывом огнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная пропа. Никита Высоцкий прочитал известные стихотворения отца и ответил на множество вопросов о его жизни и творчестве. Я перетру серебряную шинь и золотую цепь перегрызу, перемахну забор, ворву свребейник, порву бока и выбегу в грозу! Однако вердикт Никиты Высоцкого, был его отец в нашем городе или нет, его норильских поклонников не порадовал. Так, бытует легенда, что в 60-х годах прошлого века Владимир Семенович приезжал с частным концертом в столицу Горняков. Нормальных подтверждений этому нет. Что такое нормальное подтверждение? Документ, реальный свидетель, которого можно опросить, а не вот один мужик говорил. Свидетельств поездки в Норильск нет, резюмировал Никита Высоцкий. Но так или иначе, великий бард в нашем городе точно есть. И в культурно-досуговом центре, названном его именем, и в бронзиналии имени Высоцкого, и в традиционном фестивале и звучащих на нем песнях, и в душах каждого, кто поет их и читает его стихи. Анастасия Орлова, Владислав Моисеев, Норильские новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова